Ну, видите, и у нас в православии такие же вещи встречаются. Вот совсем недавно он скончался, это Порфирий Кавса Калевит. Совсем недавно. Да, а чему учил? Не боритесь со страстями, вы подумайте только. Проделайте щёлочку маленькую в душе, и пусть и свет идёт. Что это такое за щёлочка? Что за свет? Айфилич, извините, но он же ведь прославлен в лике святых. Да, да, прославлен. Вот вам пример. Какой? Или... Слышите, или... Две причины, действительно, это знайте. Причины... Или эта колонизация была ложной. Или... Или... Есть другой момент, о котором пишет Макарий Великий. Есть, говорят, такие христиане, ну, подвижники, скажем так, которые находятся в детском состоянии ума. Они действительно святы и чисты, как дети, но они не имеют никакой мудрости в духовной жизни. Исаак Сирин говорит, таких даже нельзя и святыми называть. А тот же Макарий и другие прямо говорят, к таким нельзя ходить за советом, потому что они дадут такой совет, что вы потом не будете знать, куда деваться. Они не знают того, о чём говорят святые, и что необходимо для каждого руководителя. Опыта борьбы со страстями, как ребёнок не знает, так и они не знают. Ну, в прошлый раз я же вам говорил же, как один мучился какой-то страстью, монах, пошёл к известному святому чудотворцу и прозорливцу, и тот он посоветовал. Помните? Посоветовал, что ты этот греховный помос допусти в свою душу, прямо в сердце, а потом возьми и борись. Он было так сделал и взбыл. Пошёл к другому, который не был так известен, ни чудесами, но известен был действительно подвиженской жизнью. Тот сказал ему, дорогой ты мой, мы с тобой находимся совсем на другом уровне. И то, что для него это возможно, то абсолютно немыслимо для нас. Тебе скажу, как только приходит дурная мысль. Слышишь? Блажен муж, помню, на реках Вавилонских, берёт младенца и развивает о камень. Тут же развивай её о камень, который есть Христос. То есть молитвы отгоняй, не развивай. Монах стал так делать, и Бог дал, успокоился от этой страсти. Вот, насчёт Порфирии что? Да, Порфирий, кстати, канонизировал этот вот Варфоломей, который сейчас наделал столько шуму в православном мире. Не шуму, а в раскол буквально ушёл. Вопреки всем канонам, возмнил себе Папой православие. Хотя мы в символе вере читаем, верой воедину, святую соборную, соборную церковь. Он говорит, нет, папскую церковь. В католичестве – римский, а у нас – кантинопольский. Вот беда-то! Поэтому, вы знаете, что эти события очень связаны. Значит, он, видимо, настолько уже порабощён этой страсти власти, настолько, что он уже действительно духовно не понимает, можно ли таких людей канонизировать. Об этом отце фактически Порфирий о его пути Исаак Сирин писал. Исаак Сирин, конечно, жил в VII веке, но он писал прямо «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Слышите? Нет другого способа. Его любовь, что есть по апостолу, вершина всех добродетелей. Вершина! А Порфирий – не боритесь со страстями! Вот канонизировал, и наверняка он не объяснил ничего, что да, он, может быть, и свят Порфирий, но как? Как младенец! Младенцы – все святые, о них Христос сказал. Таковых есть Царство Небесное. Правильно? Правильно! Но только не вздумайте брать советы у младенца на какое-либо дело, тем более духовное. Что характеризует, в чём ошибка вот этого пути? Мечтательность, друзья мои! Да избавит Бог в духовной жизни мечтать! Это страшное дело! Потому что такое насочинить можно себе, что вообще с ума сойти! Вот эта мечтательность вместо делания, вместо правильной жизни, она может погубить человека. И, так сказать, и второе, о чём мы с вами начали, и я вам, по-моему, уже говорил, это о молитве. О молитве. Молитва совсем не средство достижения высших состояний. Как бы это запомнить на всю жизнь? Страшная беда, когда человек ищет в молитве достижения не знаю чего седьмого неба. Чему подобна молитва? Воплю утопающего, когда он почти захлёбывается. Он что, мечтает в это время о пьярах, о сладостях, о наслаждениях? Спасите! Это понятно? Понятно. Почему обильное сознание своей греховности предшествует всем благодатным дарам? В Попонте, тоже в одном из потеряков была такая история, где два брата согрешили, монах, поле вглубь впали, что-то такое. Их отцы посадили, значит, на сухой паёк, закрыли кельи, вот, и они там отбывали наказание, никуда не уходили, им там давали тросворки какие-то, воду. И в итоге, когда открыли келью, значит, увидели, что оба эти брата, значит, один похудел очень сильно, а другой, наоборот, как бы такой. Хорошо выглядел. Да, да, знаете, да, эту историю. И отцы начали расспрашивать, в чём же причина. Оба в одинаковых условиях были, и выяснилось, что один всё время каялся, очень сердечно раскаялся, плакал пред Господом о грехе, а второй радовался, что Господь всё-таки вот так не покарал, а по милости и славил Бога. Вот. И они посовещались между собой отцами, там у нас теряя решили, что оба быть и правильны. И, ну, у меня вопрос вот такой связи с тем, что и про отца Порфирия, там, говорите, и про судителя Игнатия Адриан Ченинова. Вот. Ну, я читал произведения вот обоих отцов, знаю, что у судителя Игнатия большой упор на покаяние делается, а у старца Порфирия на такое, ну, как бы, на радость, на любви к Богу. Понимаю, чем это обусловлено. Святитель Игнатий, он в зелом возрасте стал уже вот монахом Порфирий Коцикалит, он с 14 лет на Ахон, по-моему, приплыл. А Игнатий, ты что говоришь, ты не помнишь? К 14 годам? Нет, не Игнатий, сказать Порфирий. А Игнатий в зелом возрасте. Вот. И мы, когда говорим, вот, или о пути радости, или о пути покаяния, вот, ну, тоже акцент может, конечно, во все греховные, но нам, то есть, радоваться-то тоже можно ведь иногда. Ты понимаешь, чтобы не было ошибки. Люди все действительно различны по своим природным качествам. Но в данном случае, когда мы говорим о Порфирии или говорим об Игнатии, то в данном случае мы говорим не о том, не о том, какого путь их, а о том, мы ищем, где правильный путь христианской жизни. Поэтому я сказал о Порфирии, что бывают исключения. Вы видели же даже, вот Макарий Великий говорил об этом исключении. И он действительно, как и все, так сказать, дети, свят, но его жизнь никак не может быть правилом для нас. Вот в чем дело-то. Дети не спрашивают о правиле, они живут... Какие-то дети же, они еще не понимают. А вот мы должны знать правильный путь. И это чрезвычайно важно. Если мы пойдем по пути, что не надо бороться со страстями, представляете, что это будет? Порфирий, если вот действительно он был именно таковым, которые говорят свят, но не искусен, знаете, такое выражение? Свят, но не искусен. Таковое. Это редчайшее явление среди человечества. Бывают такие, редчайшие. А мы все должны идти каким путем? Который называли так царским путем, то есть обычным человеческим путем. И почему приходится говорить о Порфирии, что он очень увлекательный. Оказывается, без труда можно рыбку вынуть из пруда. Вот так говорит себе тат-тат-тат-тат. Простите, болтай языком и свят будешь. Вот в чем беда-то. Нам нужно искать верный путь. А знаете, нет правила без исключения. Так вот, для Порфирии вот это такое редчайшее может быть. Я не знаю, но может быть редчайшее исключение. Может, он действительно свят, но никак не может быть примером для всех. Бывают же случаи, когда человек вываливает из какого-то этажа, представляете? И не царапины даже. Представьте себе. И что? Ну, ура! Теперь можем прыгать с пятого этажа. Ну, что же это такое? Исключения они есть таковые, но никак не правила. Вот по этой причине мы говорим. Вот так. Так.